Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В мужской приход на поляне появился новый участник Альберт Бервинский. Ему 21 год, он из Москвы пришел к Софье Вермут. Затем он понял, что она ни о чем, и поэтому устремил свой взгляд на Харитонову. Второго молодого человека Дениса Гончарова из Ташкента не оставили на проекте. Он приезжал к Вике Комиссаровой и не увидел от нее взаимности. Ольга Рапунцель рассказала о своих привычках. Она не является сторонницей скучного традиционного волшебства под одеялом с выключенным светом. Они с Димой за все время пребывания на проекте успели отметиться на подоконниках, на стиральной машинке, на кухонном столе, ванной и много где еще. И даже кинотеатр насчастливили. В недавнем эфире мы могли наблюдать безобразный скандал между Вовой Гаути и Катей Гужвинской. После очередной вечеринки девушка заперла бунгало, оставив ночевать Гаути под открытым небом. Тогда пьяный участник разбил стекло на двери, которое ведет в бунгало. Маша Кахно шокировала зрителей беспорядком, который она устроила у себя в комнате. Зрители уверены, что Дима Лукин долго не выдержит такого безобразия и скоро бросит Машу. На проект вернулся Захар Саленко и вполне возможно, что теперь зрителей будет ждать любовный треугольник, ведь Майя Донцова уже строит новые отношения. Ольга Бузова приняла участие в съемках Comedy Club. Смотрите 1 апреля в день юмора Comedy Club с моим участием. Катя Колесниченко устроила фотосессию в свадебном платье. Она смеется над приметой, что не выйдешь замуж, если примеришь свадебное платье до замужества. В продаже появился новый выпуск журнала Дом-2 с интервью у Ольги Васильевны Габозовой. Алиана прокомментировала это интервью. «Я никогда не оскорбляла ее, я просто с ней не разговаривала. Мы позвали ее помогать, это правда, но это было нашей ошибкой. Мы не хотели сэкономить, а просто я захотела жить без няни. Саша сам принял такой выбор. Он сам понял, кто рушит наш брак и пообещал, что она больше никогда не приблизится, ни ко мне, ни к Роберту. Это его слова, а не мои. «Мне вообще все равно, тем более, что мы сейчас покупаем дом, и папа переезжает к нам жить. Остальное меня уж точно не волнует». Мария Кахно поздравила свою маму с днем рождения. «Мне стоило родиться только для того, чтобы взглянуть в твои глаза. Ты моя жизнь. Каждый удар твоего сердца пронизан моей жизнью. Ты лучшая». Бывший участник Дома-2 Сергей Сичкар появился в сети. Он поблагодарил всех, кто помогал его семье. Поклонники Сергея надеются, что он уже освободился из тюрьмы. Как вы помните, Сергей получил три года колонии за угон. Недавно беременная Алена Ашмарина рассталась с Ильей Григоренко. Но в итоге она все равно простила Илью. «Ты всегда открываешь мое сердце, вновь и вновь», – написала Ашмарина. Вика Романец сделала Антону Гусеву оригинальный подарок на 23 февраля. Это букет из скрученных носков. Многим он показался совершенно неромантичным и даже немного унизительным, особенно в свете того, что букеты обычно дарят девушкам на 8 марта. Бывший гражданский муж Вики Бонни, Алекс Мерфит, решила провернуть информацию о том, что именно он виноват в их расставании. «Он устал от нападок и сплетен. Это было непростое решение», – написал он. «Мы по-прежнему заботимся друг о друге. Наша любовь, безусловно, но иногда вспышки гнева приводят к недопониманию. Именно поэтому мы теперь живем отдельно». Тем временем Бонни решила завязать новые знакомства через интернет. Она зарегистрировалась на сайте знакомств. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.